Привет, народ! С вами на связи Андрей Хлопонин, военный историк, специалист по раннему средневековью. И сейчас мы с вами поговорим про мою любимую эпоху викингов. Правда, большой разговор, совместный с Александром Кадирой, у нас по ней уже был. Сейчас поговорим в персоналиях. Поговорим о такой довольно яркой, нетривиальной, незаурядной фигуре, как Харальд Суровый. Этого человека очень часто называют последним викингом в истории. Дело в том, что именно этот норвежский конунг, то бишь король, предпринял в 1066 году неудачную попытку завоевания английского престола. И именно эти события принято считать такой официальной концовкой эпохи викингов. Биография этого персонажа была страшно яркой, страшно красочной. Харальда Сурового помотала по самым отдаленным регионам, тогдашние и кумены, Европы и не только. Жизнь его была страшно интересной. Знаем мы о ней во многом благодаря саге королевского цикла, собственно, саге о Харальде Суровом. То есть, таком военно-героическом, эпическом произведении, которое для нас записал известный скальц Норрис Турлусон. Где-то здесь сейчас появится картинка его памятника в Бергене. Родился Харальд Суровый в 1015 году. Уже в 1030 году, в возрасте 15 лет, он принимает участие в битве при Стикла Стадире. Если вкратце, на поле сражения сошлись по одну сторону войска конунга Олова Святого, это единоутробный старший брательник нашего главного героя, а по другую сторону были норвежские бонды, кровавые мятежники, сепаратисты при поддержке ограниченного контингента войск датского конунга Кнута Великого. Соотношение сил было, согласно саге, очень неравным. На стороне Олова Святого якобы сражалось 3000 воинов, против них вышло аж целых 10 тысяч воинов. Но надо понимать, что это скандинавская сага, явно симпатизирующая Олову Святому. Понятно, что у Олова Святого войска было сильно меньше, чем у противников. Но есть вероятность, что не в три раза здесь может иметь место некое преувеличение. Почему вообще вспыхнуло восстание, из-за чего весь сыр-бор? Дело в том, что конунг Олаф очень активно насаждал христианство на территории Норвегии, что вызывало очень бурную, не всегда адекватную реакцию. Кроме того, первая половина XI века – это период, когда очень активно усиливается, оформляется раннее феодальное государство. Таковые усиливаются на территории скандинавского полуострова. В целом, в результате эпохи викингов, в результате накопления средств производства, концентрации ресурсов, оформление богатой воинской прослойки, в общем, идет нормальная цивилизованная жизнь, которая далеко не всех устраивает, и очень многие люди стремились вернуться к родоплеменной военно-демократической вольнице. Что, собственно, и вылилось в ожесточенное восстание. В общем, примем официальную версию Олафа Святой – 3000 воинов против 10 тысяч повстанцев. На деле, скорее всего, меньше, но числом его подавляли. Естественно, в сражении что-то пошло не так. И Олаф Святой, несмотря на то, что он матерый воин, опытный полководец, всю дорогу воевавший, ураганивший, начинает терпеть поражение, и его войска начинают теснить. Чтобы воодушевить войска личным примером, Олаф Святой бросается в гущу сражения, где получает удар копьем в живот, от чего в скорости помирает. Собственно, на этом сражение официально проиграно, потому что какими-либо обязательствами воины связаны только непосредственно с Конунгом, с правителем. Поскольку Олаф Святой – все, соответственно, никто никому ничего не должен, и войско начинает разбегаться. Где-то там в гуще сражения наш главный герой, Харальд Суровый, получает тяжелое ранение. Выживает он благодаря тому, что отлеживается в лесной избушке, где о нем заботится некий местный житель, и потом, немножко оклемавшись, придя в себя, напомню, 15-летний подросток, встречается с горсткой уцелевших соратников-единомышленников, и вместе с ними сваливает из Норвегии, потому что после выгоревшего, преуспевшего восстания, брату погибшего Конунга как бы здесь ловить нечего, его просто прирежут, появись он в каком-нибудь крупном городе. Куда отправляется Харальд Суровый, как бы вы думали? Отправляется он в Гордарике, к Ерецлейву Конунгу, ну то есть на юг, к князю, на Русь, к князю Ярославу Владимировичу, он же Ярослав Мудрый. Вот такая занимательная была география эпохи викингов, на Русь фактически эти граждане плавали как к себе домой, ну по той простой причине, что здесь правили их братья фактически, друзья и товарищи, князья Рюриковичи, которые постоянно с кем-нибудь из соседей воевали, а значит скандинавские военные контингенты здесь постоянно были востребованы. Собственно, князь Ярослав принимает Харальда Сурового хорошо, дает ему в подчинение отряд дружинников, ну то есть фактически принимает к себе на службу. И Харальд Суровый начинает присматриваться к дочурке князя Ярослава Елизавете Ярославне, пытается подкатить к ней, говорит, ну чё, пойдешь за меня? Так говорит, да ты на себя посмотри, пёс нищебродский, ты зачем мне нужен вообще? Думаешь, мой батяня тебя в дружиннике взял из жалости, у тебя чё, социальный статус какой-то приподнялся? Или то, что ты единоутробный брательник убитого короля Норвегии, какую-то честь тебе делает? Короче, нет, отворот-поворот дает ему Елизавета Ярославна, после чего он малость призадумался. Типа, ну да, с социальным статусом чё-то надо делать, короче говоря. А парнишка 15 лет, подросток, страшно амбициозный. В общем, в 1034 году, маленько возмужавший, отправляется он в Константинополь, то бишь в Византийскую империю. Византийская империя всю дорогу, всю историю будет воевать, причем периодически воевать на несколько фронтов, поэтому военные люди, умеющие убивать, наемники здесь тоже со страшной силой котировались. А поскольку Византийская империя это богатейшее государство своего времени, работой здесь у нашего Харальда был непочатый край. И, собственно говоря, вместе со своим отрядом он лихо ураганит, воюет на заказ по всему Средиземному морю. Плавают на кораблях, кого надо грабят, кого надо захватывают. И, в частности, здесь есть такой очень интересный эпизод. На острове Ситилей, то бишь Сицилии, войско византийцев и, получается, норвежцев осадило некий город. Осада затягивается, успехов не предвидится. И тут Харальд Суровый предпринимает такой своеобразный лайфхак. Он приказывает своим воинам отловить кучу птичек, измазать их в сосновую смолу, приклеить им на спину деревянные стружки и этих птиц поджигает. После чего эти летящие фаерболы летят обратно в город, к своим гнездам. Через это поджигаются крыши домов, весь город пылает. Снаружи город осажден, внутри пылает пожар. Короче говоря, горожанам не остается ничего иного, кроме как открыть ворота, впустить, соответственно, захватчиков, капитулировать фактически. Напоминает ли вам что-нибудь этот сюжет? Лично мне он напоминает летописный сюжет о том, как княгиня Ольга мстила древлянам за убийство своего муженика Игоря. Ну, то есть, точно так же столицу древлянь сожгли при помощи птичек. Кто у кого сплагиатил этот сюжет? Или, может быть, в основе был некий общий сюжет, которому отсылали и древнерусские летописцы, и Снорис Турвусон? Это большой вопрос. Ну, подумаем, поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Тем не менее, Харальд Суровый очень успешно воюет, ураганит, грабит, у него копится добыча. Не шибко доверяя византийскому двору, свою добычу он отсылает в гардарики, то бишь на Русь, на хранение князя Ярославу Мудрому. И эта копилочка постепенно разбухает, разбухает, в общем, Харальд Суровый поправляет свое материальное положение. И, если верить саге, был некий Архонт Гюргир, византийский полководец, возглавлявший войско, которому была придана, собственно, Варяжская гвардия Харальда Сурового. И вот у них периодически возникают терки и конфликты. В частности, кто должен первым идти в атаку, кому достанется та или иная часть добычи, где разбивать лагерь. Ну, короче говоря, постоянные политические срачи возникают. А поскольку у предводителя лично воины, и у каждого по отряду войск в подчинении находится, это зачастую было чревато массовым рубиловым. Ну, Харальд Суровый не был бы суровым воином, ловким политиком, если бы не нашел выход из сложившейся ситуации. Во время очередного спора он предлагает следующее. Давай бросим жеребий. Возьмем, короче, две деревянные палочки. Ты оставишь свою метку, я оставлю свою метку. Потом потянем, короче, чью палочку вытянем, та и правда будет. Вот. Ну, Гюргир, значит, берет веточку, ставит на ней пометку. Харальд Суровый говорит, дай я гляну, что у тебя за пометка, чтобы они у нас не совпали. Делает тоже пометку на палочке, бросают палки в шапку. Харальд Суровый вытягивает палочку, смотрит на нее и швыряет ее в море. Э, стопэ, ты че делаешь? Орет ему Гюргир, естественно. Говорит, все нормально, я вытянул свой жеребий, я выиграл. Типа говорит, в шапке-то вторая палка осталась, вытяни ее, посмотри. Тут вытаскивает, говорит, ну да, это моя метка. Я там галочку начертил ножом на палке. Ну, то есть, вы поняли лайфхак, да? Харальд Суровый смотрит, че за метку сделал его оппонент. Делает точно такую же метку. Вытаскивает палочку, кидает ее в реку. Ну, получается такая беспроигрышная лотерея. Лохотрон из разряда игры в наперстки где-нибудь в подземном переходе. Ну, и, видимо, Гюргир был не шибко умный человек, поскольку несколько раз подряд, если верить саге, всякие споры, разногласия вот таким образом решались. Ну, на самом деле, я думаю, дураком он все-таки не был. Просто предъявить Харальду Суровому, что ты врешь, заявить это в глаза, это означает, что ровно через минуту у вас будет поединок раз на раз. А возмужавший Харальд Суровый, как упоминают все современники, был очень рослым детиной, видимо, под два метра ростом. Это был профессиональный головорез, страшно любящий, умеющий пускать людям кровь, и как бы вступать с ним в прямую конфронтацию, в глаза говорить, что он врет, видимо, очень немногие люди могли решиться. Вот. В походах в службе на благо византийской короны наш Харальд Суровый пребывает вплоть до 1042-1043 годов, когда в Византии происходит очередной кровавый госпереворот. Ну, вообще, история Византии — это что-то наподобие «Игры престолов». Крови и интриг политических войн там хватает выше крыши. В общем, шарахнул переворот, к власти приходит некто Константин Мономах. И, судя по всему, по какой-то причине наш Харальд Суровый оказался ему не ко двору, что называется. Нашего доблестного героя отправляют на Кичу, его заточили в тюрьму. Но есть один нюанс. Если ты являешься командиром целого отряда профессиональных воинов, в тюрьме ты пробудешь недолго. На тюрьму совершили налет, доблестные норвежские воины своего предводителя отбили, после чего отряд с честью возвращается на Русь, где, напомню, уже копится копилочка с честно награбленным имуществом. Если помните мультик про Лешу Поповича и Тугарина Змея, был там эпизод, где киевский князь стоит над ростовским золотом. Такой здоровенный шар, отлитый из золота. Ну, наверное, не буквально такое. Ну, короче говоря, сокровищница у Харальда Сурового была шикарная. Паренек был мега упакован, возвращается на Русь, весь богатый, там, рукоять меча серебряной нитью окутана, туда-сюда упакованный, короче говоря. И целая сокровищница у него есть. Ну, естественно, князь его радостно встречает, дым-сюдым. Дочурка князя Елизавета встречает, он мне говорит, ну чё, как? Так, сокровищницу-то видела? Чё, как, я успешный парниша? Нет, замуж пойдёшь. Такая посмотрела, он уже и не подросток прыщавый, уже возмужавший мужик, там, всё. Воин, каменная стена, глыба. Традиционным ценностям того времени отвечает. Пойду базару ноль. И батя как бы не против, вы с ним друзья, всё такое. Ну, короче говоря, сыграли свадебку, что называется. Благо, скандинавы к тому времени уже стали добрыми христианами. Ну, по-прежнему продолжили воевать и ураганить, естественно. Но христианство приняли, да. Так что в этом отношении никаких проблем не возникло. Сыграли свадебку и отправился наш Харальд, уже действительно суровый, на территорию Норвегии. Где, напомню, до этого правил его брательник. Соответственно, у него есть некоторые основания претендовать на престол. Вот. Норвегии в этот период проглоравит, получается, племянник нашего героя. Некто Магнус Добрый. Сказочное богатство. Внушительный отряд войск. Возможность привлечь наемников, а также союз со Свеном Эстридсеном. Привел к тому, что фактически без боя Харальд Суровый получил под свою власть половину Норвегии. А в скорости Магнус Добрый помер. После чего Харальд Суровый становится полноправным правителем уже объединенного норвежского государства. Естественно, Харальд Суровый на этом не остановился. Человек фактически всю жизнь только тем и занимался, что воевал, ураганил, мочил козлов, как сказал бы товарищ Гоблин. Харальд Суровый отправляется войной на Данию. А надо сказать, что Дания всю дорогу, ну вот, вплоть до века 19-го, наверное, была гораздо более густонаселенным государством, чем Норвегия и Швеция вместе взятые. Поэтому силы, мягко говоря, не равны. Но это Харальд Суровый, это мегавояка в окружении точно таких же мегавоинов. Короче говоря, целый ряд побед над своим бывшим союзником Свеном, конунгом Дании, он одерживает. Но завоевать полноценно Данию не получается, потому что население там сильно больше. Население там страшно военизировано. Это эпоха викингов. Каждый мужик фактически является воином. Поэтому инерция у боевых действий того времени была страшная. Ты можешь сколько угодно полевых сражений выиграть, но физически завоевать какую-то территорию, это задача фактически не подсильная. Норвегия начинает истощаться в ходе войн, естественно. Начинает прокатываться волна восстаний, которые шведский король поддерживает. Наш Харальд Суровый, железной рукой, норвежские восстания подавляет. Идет война еще и на шведов, но там та же самая фигня происходит. То есть он громит шведов фактически в одну калитку, но прям взять и завоевать это государство тоже у него не получается. В общем, побоевал решительно со всеми соседями, рассобачился, кучу военной добычи получил, всех прижал к ногтю чисто на уровне своего авторитета и военной репутации. И к 1063 году положение Харальда Сурового, ну просто железобетонное. В стране его все любят, уважают. Кто не любил, не уважал, тот давно уже помер в ходе очередного мятежа. Но Харальду Суровому и этого мало. И он загорается планом захватить еще и английский престол. Тем более, что в 1065 году помер английский король Эдуард Исповедник. Ну помер и помер, скажете вы, но он помер бездетным. А значит династия пресеклась. А значит появляется масса претендентов на английский престол. Собственно местная знать по-быстренькому выбрала нового короля, некого Гарольда Годвинсона, который был эрлом, то есть герцогом, одного из семи королев в составе Англии. Он был эрлом у Эссекса. И фактически его положение было крайне зыбким. То есть да, английская знать его избрала, он стал королем. Но есть некоторые нюансы. Во-первых, за несколько лет до этого этот самый Гарольд Годвинсон побывал в плену у нормандского герцога. Он отправлялся с дипломатической миссией, загремел в плен в результате корабельного крушения, после чего его освободили. Но тут вступили в дело нормандские, то есть северо-французские книжники. Согласно книге «Деяния герцога Вильгельма», когда Гарольд Годвинсон попал в плен, некто Вильгельм-бастард, то есть Вильгельм-герцог Нормандии, освободил его, но при условии, что Гарольд Годвинсон поклянется никогда не претендовать на английский престол. Якобы он признает приоритет, собственно, Вильгельма-бастарда, будущего Вильгельма-завоевателя. Скорее всего, на самом деле, ничего подобного не имело места. Хотя Гарольд Годвинсон, безусловно, был в плену. Есть подозрение, что клятв он таких не давал, это всего лишь легенда. Но что написано пером, то не вырубишь топором, как известно. Короче говоря, нормандский герцог Вильгельм начинает претендовать на английский престол и недвусмысленно намекает на это, собирая войска и готовясь высадиться на территории Англии. Наш герой, Харольд Суровый в Норвегии, также готовится захватить английский престол. Дело в том, что на территорию Норвегии приплывает некто товарищ Тостик. Это младший брат английского короля Гарольда Годвинсона, который раньше был эрлом Нортумбрии, то есть северной территории Англии. Но его свергли в ходе восстания. И там возникла такая ситуация, что Гарольд, то есть нынешний английский король, вместо того, чтобы впрячься за вот этого Тостига, который его младший брат, он передает Нортумбрию под власть эрла Моркора. Это был чисто политический ход, финт ушами. Гарольд Годвинсон пытался набрать политические очки, чтобы закрепиться, получить власть над английским престолом. И получается, что в ходе политической борьбы на своего собственного брательника он наплевал. И вот Тостиг приплывает к норвежскому правителю Харольду Годвинсону, переговорив, подружившись, они решают объединить усилия и завоевать эту чертову Англию. Тем более, что долгое время викинги плавали на побережье Англии, грабили, кошмарили, на какое-то время даже ее завоевали. И, короче говоря, на территории Англии уже живет, в общем-то, куча скандинавов, вполне себе натурализовавшихся, опустивших здесь корни. Вот. Складывается замечательный план собрать огромное войско, приплыть, навести шороху и Англию подчинить себе. Если верить скандинавской саге, Харальд Суровый собрал небывалое, неведомое ранее войско. До 200 кораблей у него было только боевых, помимо грузовых и мелких. Короче говоря, прикидывая, сколько тогдашние дракары корабли могли умещать воинов, как минимум 1008 Харальд Суровый под своим началом собрал. Это, в самом деле, очень большое войско по меркам раннего средневековья. Это сейчас кажется, что 8000, это полдивизии, вообще ни о чем. Раннее средневековье, другие времена, это жесть, какое войско. Английский король Гарольд Годвинсон, в общем-то, об этом догадывается. Торговые пути в это время действуют, то есть скрыть подобные новости приготовления было невозможно. Но с юга, по другую сторону Ла-Манши, находится Нормандия, где Вильгельм Завоеватель готовится завоевать Англию. Ему кажется, что это направление приоритетнее. Поэтому английский король Гарольд свои войска стягивает на южных границах своего государства, на южных побережьях. А норвежцы высаживаются на северном побережье. Сейчас появится карта. В окрестностях крупного города Йорк происходит битва при Фулфорде. Здесь два эрла, два герцога, Эдвин и тот самый Моркар, выдвигают свои войска против норвежского завоевателя и его, получается, друга Тостига. Состоялась битва при Фулфорде. Сражение было страшным, заруба кровавейшая. Просто для понимания в саге говорится о том, что рядом с полем боя находилось болото. Вот туда в ходе сражения загнали англичан, и трупов там было столько, что это болото можно было посуху пройти, просто отступая по английским трупам. В общем, страшная заруба, и войско двух эрлов-герцогов, двух из семи, получается, английских герцогов, благополучно обнулилось. После чего жители Йорка приняли решение о том, чтобы норвежское войско на территорию города просто впустить, заплатить ему дань, принести дары, потому что, ну, оборонять город уже физически стало некому. Вот оно, войско лежит в болоте, гниет. После чего это было 20 сентября 1066 года. После чего Харальд Суровый считает, что он победил. Он затащил эту катку. Изи Вин, что называется. По крайней мере, на какое-то время. Часть войска находится к северу от Йорка. На побережье охраняет корабли. Примерно треть войска Харальд Суровый берет с собой и ведет его к Йорку, чтобы, собственно, плоды свои, победы вкуситься, получить добычу. Но есть один нюанс. Английский король Гаральд узнал о произошедшем и свое накопленное, наконцентрированное вдоль южного побережья войско он стремительным марш-броском бросает на север. И вот 25 сентября 1066 года малочисленный, получается, контингент норвежского войска встречает фактически английскую сборную в полном составе. Все английское войско, которое Гаральд Годвинсон мог наскрести. Напомню, 25 сентября, бабье лето, жара страшная. И норвежцы, понимая, что они, в общем-то, уже войну выиграли, идут частью без шлемов, частью без кольчуг, ну, жара, понятное дело, у кого и был доспех, тот его покидал в телеге в обозе. В общем, идут на расслабоне, и тут на горизонте появляется войско в полном составе. А норвежцы, напомню, не все находятся в расположении, в подчинении Харальда Сурового. Большая часть войска на кораблях сидит, ждет готовенького. Ситуация, мягко говоря, критическая. Но Харальд Суровый не был бы Суровым, если бы не принял решение сражения принять. В общем, он отправляет гонцов к основному, к расположению основных сил, с оставшимися силами принимает решение дать бой. Оборонительное сражение, естественно. Скандинавская сага описывает, что скандинавы выстроились в правильный круг, в центре которого расположился личный отряд Харальда Сурового, такой стратегический резерв. И также внутри этого круга укрылись лучники, которые будут нещадно англичан поливать стрелами. Следует также сказать, что у англичан уже была конница. Очень немногочисленная, но тем не менее, в отличие от скандинавов, которые переплыли Балтийское море и с трудом добрались до Беританских берегов, и не обладали конницей, соответственно, кроме там командного состава. В общем, предстояло отражать атаки конницы, что и было сделано при помощи, за счет массового применения копий. Лучше оружия у пехоты просто нет. Если верить саге, до поры до времени скандинавы успешно сдерживают вражеский натиск. Но потом конница имитирует отступление. Скандинавы, обрадовавшись, решив, что они одерживают верх, бросаются в яростную макаку. Этот самый строй, сомкнутый круг, нарушается, после чего англичане бросаются в контр-макаку, и завязывается ожесточенное сражение, в котором поджарившиеся на солнце, скинувшие кольчуги и шлемы норвежцы, начинают нести лютые потери. Харальд Суровый понимает, что ситуация критическая. Как и его старший, единоутробный брательник, за 36 лет до этого, он бросается лично в гущу сражения. Есть у меня предположение, что он орал что-то наподобие «Я Тони Амантана! Меня нельзя убить!» И в самом деле этот рослый детина нескольких врагов успевает зарубить. Ну, сильный, крепкий, опытный воин, не смотри, что ему уже 51 годик на этот момент. В общем, в гущу сражения он врывается, чем воодушевляет своих воинов, и, кажется, начинает переломлять ход сражения. Но тут ему в горло прилетает стрела, отчего он в луже собственной кровищи, естественно, помирает. На этой стадии сражение временно прекращается. Начинаются переговоры, поскольку Тостик, то есть младший брат английского короля, сражается за норвежцев, начинается новая фаза переговоров. Тот говорит, типа, «Ну что, может, все, стопэ? Я вижу, у вас там это дылда, двухметровая предводитель помер. Может, вы остановите сражение?» На что Тостик отвечает, «Да пошел ты к черту, сволочь! Ты у меня Нортумбрию, мое герцогство отжал! Я буду сражаться до последнего, пока не отожму у тебя вообще всю Англию!» Да, еще перед вообще всем сражением была еще одна фаза переговоров, тоже очень занятных, где английский король Гаральд предложил своему брательнику обратно Нортумбрию под власть. Тот решительно отказался и спросил, типа, «Ну, допустим, ты мне предложишь Нортумбрию, а моему другу, норвежскому королю Харальду, ты что предложишь?» На что английский король остроумно ответил, «Могу предложить ему семь фунтов земли английской, или чуть больше, раз он заметно выше среднестатистического человека». Вот такой черный юморок тогда был. Короче говоря, норвежский король погибает в этом сражении. В скорости погибает и Тостик, тоже в гуще сражения, лично приняв участие. Норвежцы фактически начинают уже добивать. И тут прибегают на помощь основные силы, которые как раз в кольчугах, шлемах, полной экипировки, но они совершили марш-бросок, они запыхались, пропотелись, и они потеряли только что двух военных предводителей. Они бросаются в гущу сражений и тоже начинают массово гибнуть. Сражение фактически превратилось в бойню. Большая часть норвежцев, приплывших на территорию Англии, чтобы ее завоевать, полегла. Просто для понимания, из двухсот кораблей, которые изначально были у Харальда Сурова, только двадцать кораблей понадобились для того, чтобы выжившие вернулись обратно в Норвегию. Получается, девяносто процентов боевые потери в результате этого похода. И вот эти драматичные события, гибель Харальда Сурова вместе с его войском, фактически принято считать официальным концом эпохи викингов. Но надо сказать, что английский король Гарольд Годвинсон тоже недолго почивал на лаврах. Его войско тоже понесло конские потери, после чего ему пришлось сделать марш-бросок обратно на юг, к побережью, где все-таки высадился Вильгельм Бастард, нормандский герцог. И состоявшееся в этом же 1066 году сражение при Гастингсе привело к тому, что Вильгельм Бастард станет Вильгельмом завоевателем. Он благополучно разгромит, точно так же прикастрюлит короля Гарольда. Кстати, ему стрела прилетит в лицо, отчего он тоже помрет. Такая печальная историческая ирония. Фактически, нормандский герцог завоюет себе английский престол, после чего на протяжении нескольких веков, вплоть до середины 18 века, если я не ошибаюсь, официальным государственным языком на территории Англии будет французский язык. Вот такие исторические перипетии случались на излете эпохи викингов. А если вдруг вам понравился этот довольно краткий, сумбурный, предельно усовремененный пересказ скандинавской саги, пишите в комментариях, возможно, это станет нашей постоянной рубрикой. На этом все, спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok